МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧВАШИ информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сухой закон. Изменения в правилах провоза жидкости на борту самолета. Плазма вместо окон, макета вместо пассажиров. В Чебоксары прибыл инновационный поезд. Самые умные. Глава ЧВАШИ встретился с педагогами и учениками чебоксарских школ, которые вошли в число лучших по стране. Лучшие из лучших. Несколько школ, гимназий и лицеев ЧВАШИ вошли в число 500 лучших школ России. А третий лицей и вовсе пробился в топ-25. Сегодня с руководителями и учениками этих образовательных учреждений за круглым столом встретились глава республики, министр образования и другие представители власти. Лучшими 12 школ ЧВАШИ стали благодаря результатам ЕГЭ и Олимпиад. На вас будут равняться все, а за лучшими будут подтягиваться те, которые еще не смогли подняться на тот уровень. Наша задача, конечно, дальше двигаться только вперед. Планку не имеем права отпускать. В городских и сельских школах созданы равные условия для обучения школьников. Но среди лучших в этот раз почему-то только городские образовательные учреждения, отметил министр образования. Как мерить образование и чем? Довольны ли молодые люди тем, что они получают в своих школах? И чего не хватает ученикам и преподавателям в образовательном процессе? Эти вопросы обсуждали за круглым столом школьники, руководители образовательных учреждений, с главой республики, министром образования и другими представителями власти. Директора и ученики школ предлагали свои варианты. Как можно сделать так, чтобы все дети с удовольствием учились и достигали хороших результатов? Мне кажется, что можно подумать о таком показателе, как реализация профессиональных стандартов. То есть поступление в техникумы, в училище. Средняя обычная школа, замечательная, где созданы хорошие условия, где она, возможно, ведет хорошо профессиональную профориентацию, дружит с техниками, показывает условия вот этого технического образования, и ребятки туда поступают. И нужно смотреть вот этот показатель. Главу республики интересовали не только успехи в учебе, но и отношения к семье и семейным ценностям. Молодым людям, несмотря на их юный возраст, не чужды подобные понятия. И высшее образование – не единственная цель выпускников. Но все они беспокоятся о своем будущем. Ольга Антонова – ученица 4-й гимназии. Год проучилась в Америке, побывала в Италии. У меня есть возможность поступать в другие вузы нашей страны и мира. Какую причину вы мне можете назвать, чтобы я осталась в Оксарх и поступала в ЧГУ, например, на юридический факультет? Если вы действительно и искренне любите свой город, вы должны без условий остаться в родном городе и делать то, чтобы все дети оставались здесь. Школьники отметили, что очень важно всестороннее развитие, социальный опыт, который они получают в ходе общения с различными специалистами, учащимися других школ, стран. Все предложения ребят и руководителей школ, глава республики и министр образования взяли на заметку. Закончился круглый стол награждением лучших учеников лучших школ. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В аэропортах уже стычны правила провоза ручной уклади. Пассажирам рекомендуют сдавать в багаж все жидкости – косметику, аэрозоли, духи. Как поясняет в Росавиации, сохраняется угроза совершения терактов с применением самодельных взрывных устройств, в связи с чем усиливается режим безопасности. Соответствующие директивы уже направлены во все организации гражданской авиации страны. На аэровокзалах вводятся усиленные меры досмотра всех, кто решил воспользоваться воздушным транспортом. Жидкости и средства гигиены сдаются в багаж и также проверяются. Между тем лекарства, необходимые пассажиру в полете, жизненно важные предметы, средства личной гигиены и детское питание можно оставить в ручной укладе, но только после их проверки службы безопасности. Всех пассажиров сейчас просят приезжать в аэропорт пораньше и с пониманием отнестись к введенным Росавиации мерам предосторожности. Они временные. Ведомство не уточняет их начальные и конечные сроки, сообщает российская газета. Сдавать дорогостоящие подарки государство обязали чиновников России. Соответствующее постановление в рамках борьбы с коррупцией одобрило правительство страны. Госслужащие в течение трех дней после получения подарка должны будут сообщить об этом своему руководству, составить уведомление в двух экземплярах и приложить чек с указанной стоимостью. Дар свыше трех тысяч рублей или с неизвестной стоимостью надлежит сдать государству. Но госслужащие могут и выкупить подарок. Деньги от продажи пойдут в бюджет. Подаренную же вещь дешевле трех тысяч чиновник вправе оставить себе. Если такого желания не возникнет, презент останется в распоряжении государства, а оно сможет его продать, передать благотворительной организации или уничтожить. Остается добавить, что цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, за презенты считаться не будут. В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. Главач Ваши направил поздравления представителям государева ОКО. Уверен, что высокие деловые и личностные качества сотрудников прокуратуры будут и в дальнейшем служить залогом четкого исполнения обязанностей по защите прав граждан и принципов справедливости, говорится в поздравлении. А сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». С какими проблемами граждане обращаются в прокуратуру чаще всего и как разрешаются спорные вопросы, нам рассказал начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрий Тимофеев. В администрации Чебоксара распределили средства на предстоящий год. Большое внимание уделят ремонту дворов, дорогам и повышению качества жизни горожан. На комплексный ремонт дворов, детских, игровых и спортивных площадок, строительство автопарковочных мест выделено почти 98 миллионов рублей. В этом году в полтора раза увеличат финансирование программы повышения безопасности дорожного движения в Чебоксарах. Сумма средств составит почти 43 миллиона рублей. Планируется закупить автоматизированную систему управления дорожным движением, которая оптимизирует движение транспортных потоков и разгрузит перекрестки. К 550-летию Чебоксар фасады многоквартирных домов приведут к единому стилю. Отремонтируют дома вдоль главных улиц. Продолжится работа по модернизации лифтов, отслуживших свой нормативный срок. Почти 630 семей смогут переехать из 80 аварийных многоквартирных жилых домов, обещает в администрации Чебоксар. Сегодня на Чебоксарский железнодорожный вокзал люди приходили не только для того, чтобы куда-то уехать или кого-то проводить, но и просто из любопытства. Посмотреть действительно было на что. Заглянула туда и наша съемочная группа. На риторический вопрос, до чего техника дошла, теперь можно ответить – до Чебоксар. Причем не дошла, а доехала. В Чебоксар прибыл так называемый инновационный поезд. Впрочем, обо всем по порядку. Девять вагонов, буквально нашпигованных макетами, выставочными стендами, образцами новейших разработок российских железных дорог и других компаний, колесят по всей стране уже не первый год. Пожалуй, главная особенность такого вот выставочного комплекса – его мобильность. Кстати, в мире таких больше нет. Поезд создан в 2011 году. Сейчас он уже курсирует около трех с половиной лет. Посетили 350, наверное, городов и населенных пунктов. У нас побывало около 400 тысяч человек. То есть поезд большой популярностью пользуется у населения. Вот сейчас мы у вас в Чувашии. Внутри кажется, что находишься не в поезде, а на борту космического корабля, а не только из-за интерьера. Так, скафандр у стенда Роскосмоса самый настоящий. В нем космонавт с инциалами ЛАИ смотрел на Землю из иллюминатора. Здесь же обломок Челябинского метеорита. А вот так, судя по всему, в ближайшем будущем будет выглядеть отделка стен в квартирах россиян. Материал способен передавать свет и изображение. Только вот в отличие от плазменных телевизоров, его можно клеить на стены, как обычные обои. В следующем вагоне технологии, которые призваны спасти экологию планеты. Обычные пластиковые бутылки из-под питьевой воды перерабатывают и делают вот такие вот утеплители. Они абсолютно экологически безопасные, не горят, не плавятся, также не пылят, не осыпаются. Используются для строительства зданий, сооружений определенных для того, чтобы их утеплить. И все же основной акцент в экспозиции поезда сделали на железных дорогах. Жизнь. Правда, пока за тысячи километров от Чувашии. Здесь представлен макет железнодорожной станции Анапа. Он сейчас уже действует. Обратите внимание, что на крыше, вот то, что показано здесь темным, это не что иное, как солнечные модули, так сказать, солнечные батареи. Они регенерируют, забирают солнечную энергию, превращая ее в электрическую, для собственных нужд вокзала. Ну а сейчас у меня есть возможность почувствовать себя в роли машиниста. Попробуем. Поехали? Поехали. Ручку контроллера медленно переводим вперед. Все достаточно. Так, и уже, ага. И начинаем движение. Выглядит все очень реалистично. На таких тренажерах учатся будущие машинисты. Кстати, по пути до виртуального вокзала я сделала 11 ошибок. И получила единицу. Попробовать себя в этой роли вы тоже можете. Правда, стоит поторопиться. Пусть музей пробудет в Чебоксарах всего лишь до 11 вечера пятницы. Ольга Пырычкина, Николай Яковлев, Республика. Большой праздник для маленьких ангелов. На днях особых мальчишек и девчонок пригласили на спектакль в Театр кукол. Новогоднее представление – часть разработанного курса реабилитации. Детей с диагнозом ДЦП и их родители объединяют в одну семью и помогают им бороться с болезнью. Дмитрий Ковалев продолжит тему. В недавно открытом после ремонта Большом зале Театра кукол «Аншлаг» новогодний спектакль об украденной елке всегда пользуется особой популярностью. В финале этой сказки добро одерживает верх. Несмотря на козди серого волка и хитрые лисы побеждает дружба. Дмитрий Ковалев, Большой не верит. Эти зрители, как никто другой, верят, что новогодние чудеса непременно сбудутся. И сказка становится явью. Роли волшебников в реальной жизни исполняют меценаты и волонтеры. Ребят с поражением опорно-двигательного аппарата под свое крыло взяли дети-ангелы. Именно так называется общественная организация, которая недавно появилась в республике. Мы, прежде всего, объединяем такие семьи, для того, чтобы они начали общаться друг с другом. Мы приглашаем специалистов, чтобы они занимались реабилитацией наших деток. Это различные новые направления – аквареабилитация, ипотерапия, остеопатия, нейропсихология, ну и досуговые мероприятия в том числе. В прошлом году для своих подопечных дети-ангелы не раз устраивали праздники и фестивали. А в ближайшее время для ребят организуют лечебные курсы, которые проведут известные специалисты. Театральное искусство тоже помогает. Чебоксарские кукольники даже разработали свою методику работы с детьми, чьи возможности ограничены. Именно театральное искусство дает возможность креатива, возможность развиваться, интеллектуально развиваться. А через сказку даже существует такой термин в медицине – сказкотерапия. Сказкотерапия для особенных ребят повторится вновь. Правда, пока волонтерам удалось собрать вместе только 50 семей, в которых воспитываются такие дети. Но в общественной организации уверены, что к их большой семье присоединятся и другие. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии завершился зимний фестиваль юношеских средств массовой информации «Волжские встречи». Уже 25 лет со всех уголков страны и некоторых зарубежных стран к нам приезжают ребята, которые выбрали журналистику как будущую профессию и способ самовыражения. В программе фестиваля обмен опытом мастер-классы и творческие командировки. Об одной из них в сюжете Марии Шоклевой. Жители села Новые Шальтямы уже не первый раз встречаются с юными журналистами России. На этот раз удивлять гостей решили показом чувашских национальных игр. И это не случайно. Среди тренеров фестиваля «Волжские встречи» игротехник из Молдовы Марчел Паскаль. В его копилке сотни игр самых разных народов. Дистрофия игры не лечится. Это первая фраза, потому что все, что недоиграли в детстве, потом никогда, никакие психологи, второе мое образование психологическое, никакие психологи не исправят. И вторая вообще вещь. Мы перестаем играть не потому, что стареем, а стареем, когда перестаем играть. Чичу, бабуша, тенчу, ну, моё сомна, и вещамок приношу. Эта игра называется «Столбик». Задача ведущего – поймать игроков из разделившейся пары до того, как они снова возьмутся за руки. Уже после нескольких игр гостям трудно оставаться на местах, и они с удовольствием присоединяются к сельским школьникам. Взрослым это тоже интересно, как мы включились в эту игру, и как дети, может, даже в детстве вспомнили, может, кто-то в детстве играл подобное. У многих народов есть что-то какое-то, что-то подобные игры есть. Вы знаете, любая игра мертва без души. Поэтому даже известная игра, показанная через вашими детьми, очень хорошими детьми, она оказалась новой. А я скажу честно, некоторые игры просто там своим игротехникам подскажу. И как обряды, как на свадьбу можно даже кое-что переделать, получится великолепная. Это находка для 21 века великолепная. Платочек, Солнце и Луна, Разойдись, все эти игры развивают и сплачивают. Есть только одно «но». О них почти никто не знает. Это старинные игры, а мы сейчас играем в современные. Современные игры. А какие современные? Современные какие? Теннис, волейбол, футбол. Как же сделать национальные игры популярными? В поисках ответа на этот вопрос у директоров двух школ родилась интересная идея. Я была просто по-хорошему удивлена, что традиция чувашского народа в игре. Сегодня детки перестали играть. И поэтому я считаю, что это нужно обязательно транслировать, обязательно нужно научить. И мы сегодня разговаривали с директором о том, что возможно у нас родится один из проектов, который поможет сделать маленькую энциклопедию, игр. Мы постараемся снять фильм и возможно в этом научно-практическую конференцию и поможем ребятам. Мы с точки зрения телевизионной передачи, а не с точки зрения сборки вот этих фольклорных возможностей. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Сокол преобразится. В городе-спутнике заканчивается реконструкция крытого катка. Уже в этом году днем ночи боксарцы и их гости смогут здесь проводить свой досуг и заниматься спортом с комфортом. Напомним, что с 2011 года Ледовый дворец находится на реконструкции. Строители трудятся здесь уже четвертый год. За это время им удалось полностью заменить кровлю здания и одновременно утеплить его. Проложить 22 километра труб, установить новое холодильное оборудование. На смену старому ледовому полю пришло новое с пластиковыми бортами. В сентябре 2012 года у основного здания появились два трехэтажных пристроя. В этих корпусах планируют разместить дополнительные раздевалки, пункт проката, медицинский центр, тренажерный зал, кафе и даже гостиницу на 50 мест. Как отмечают в Минспорте Чуваши, полностью реконструкция закончится в этом году. И в Олимпийский год современный спортивный центр откроется в двери для фигуристов, хоккеистов и всех любителей катания на льду. В праздничные дни, по данным противопожарной службы, растет количество пожаров и, что самое страшное, погибших. Короткая рабочая неделя закончилась, впереди нас вновь ждут праздники. Многие жители Чувашии будут отмечать Старый Новый год. МЧС обращается к телезрителям, чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Дело в том, что в связи с прошлым годом произошел рост пожаров, рост гибели. Произошел рост пожаров на 5 случаев, рост гибели произошел на 2 случая. То есть 6 погибших за год, за 10 праздников, 10 дней праздничных, это многовато. Ну и еще, конечно, ожидается Старый Новый год, в преддверии которого ожидается похолодание, температура. Соответственно, есть риск возникновения пожаров от электропородных, от электропитных печей. Мы хотим еще раз подчеркнуть ту проблему, которая существует, и призвать их соблюдать элементарные требования правил пожарной безопасности. Ну и заодно напомнить о том, что если кто будет пользоваться фейерверками, фейерверчными изделиями, нужно знать места запуска, нужно соблюдать инструкцию, которая написана на изделии, и, соответственно, запускать в безлюдных местах на определенном расстоянии не менее 20 метров от зданий и сооружений. Чтобы не пополнить печальную статистику погибших людей на пожаре, конечно, призываем соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и всегда быть в курсе, где ваши дети, с чем они занимаются, и, соответственно, ненарушательные требования пожарной безопасности в части запуска фейерверческих изделий. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я желаю вам удачных выходных. Берегите себя. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Италия близко. Беатричи – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол. Мультибрендовый бутик «Стрекоза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова